И прикольная задачка. Давай такую. О, это вообще идеально. Давай такую. Или такую. А тебя? Тоже хорошая. Тоже вполне хорошая. Мне это будет самостоятельно. Не очень устраивает. Вот. Идеально. Все устраивает. Или вот этот. Красавчик. Мглисто. Художественно. Давай, подумай. То есть, все и так прекрасно видно. Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, только маканием берем жидкость. Взяла жидкость. Взяла белильца. Взяла голубильца. И розовильца. Получился фиолетоватый цвет. Этим фиолетоватым цветом полностью избавиться от белого. Я думаю, мы, наверное, высоту его сделаем. Уже формат у нас. Здесь как-то вкусная эта щель. Между домами. Накидать, накидать с веществом. Нам нужно вещество. То есть, нашвыряешь это вещество. Розовый, голубой. Нашвыряешь, нашвыряешь. Кашистая. Вот эту кашу мы потом будем месить. То есть, нам нужна вещество краски. Не меньше, чем я вот сейчас положил. Хорошо? А не чемная, если я еще раз расцветлю? Отсветление. Можно, можно. Возьмешь большой мастихин. Возьмешь много голубого, розового, коричневого. И вот эти темноты, вот таким образом, начнешь загонять там, где у нас темно. Геометрично. Геометрично. Нарочито геометрично. Нагонять, нагонять. Хорошо? Угу. Да. Очень. Единственное, что с паузами, с некой нервностью. Эта нервность даст, как бы, более естественный характер уплаткам. Хорошо? То есть, с некоторой нервностью. То есть, не так расчесывательно. Хотя у тебя было неплохо. Вот, вполне, давай. И более, больше мастихин, помельче. Большой, хорошо же, для, хорошего, для крупных этих пятен. Чуть-чуть теперь, чуть-чуть. Да, чуть-чуть показывая силуэты. Накидаешь. И тоже сохраняя идею геометрии. Ступени ухода в перспективу. Смотри, у нас нечаянно образовался там дом за этим домом. Пока живет, очень неплохо сел туда. Нам же нет необходимости точно это передать. Такое бывает в любом месте. Более мгристая ситуация здесь. Которая перерублена. Которая перерублена вот этими звучками. Ритмом уходящих в перспективу столбиков и прочего. Отражение в воде. Вернее, в мокром асфальте. Отражение. Отражение неба. Вот так мглисто все. И финиш первые звуки. Рыжего. То есть зажжешь чуть-чуть, чтобы на него уже ориентир всей картины начать. Логично? Давай. Мощность в перспективу. То есть мы обычно боимся и делаем туда. А на самом деле она аж так. И от нее все линии устремлены тоже по вот этой траектории. Вот по этой. Уходя в точку. Чуть-чуть не так. Нет, не очень неплохо. Очень неплохо. Не хватает акцентности пятна здесь. То есть, чтобы там аж... Это сильнее, чем на картинке. Просто я никогда. Ты ж пока будешь возделывать, оно часть потеряет. Смотри, смотри. Вот оно. Поэтому накидать, чтобы засветилась эта уходящая перспектива. Сюда создать перспективу. Художники очень любят вот сюда засовывать свет. Во всяком случае, щель такую светлую. Прямо засунуть эту щель. Тогда и уход в перспективу кажется вообще очень выразительным. Разгребешь небо до вот этого состояния. До вот этого. То есть, не покрашенного, а упакованного. Смотри, прикольно как звучит эта полосочка. И все. И вот уже профиль дома. Вернее, та часть дома, которая уходит, обозначена. Эти места пообозначивать. Тоже с уходом. С мощным уходом. Вот таким уходом даже. Вот с таким уходом. Пообозначивать. Частично. Даже порезать. Вот они. Как бы, опять же, этот нервноватый характер укладки. Нервный, да? Но геометричный. Вот он домик. Там уже будешь подбирать цветики. Которые... То есть, часть краски можно выедать. Сиреневый характер навязывать. Сиреневый. Много коричневого в картине. Больше сиреневизны и голубизны. Хорошо? Хорошо. Здесь тоже похожим образом чуть подчеркать на ступени ухода в перспективу этих сегментов. Балконов и прочей, и прочей, и прочей. Согласны? Да. Вот такие перебивки одного другим. И вот появилось узнавание некой архитектурки. Что-что? Не дается мне вот это вот... Пока давалось, я не знаю, пока все давалось. Просто я показывал, ты тут же пробуй. Тут же пробуй подобные вещи. Чернее, глуше. вот здесь внизу. Прямо черно и глухо. И тоже ступени ухода. Машины тоже стоят ступенями уходя. Правда? Смотри. Ступени ухода. Тротуар какой-нибудь. Понимаешь? тоже геометрично. Значит, прям раздавишь и попробуешь сама. Раздавишь и попробуешь сама. Хорошо? Мощнее, мощнее в тоне. Смотри-ка, с темным. Это и у природы так. Вот, допустим, фотографии или натура. И ты бы тоже увидела какой-то темный зигзаг. И ты его увидев сразу раз и на холст. И у тебя появилась как бы точка опоры у всего этого пятна. Вместо этого ты делаешь шахматную доску. Да? Избегаем шахматного. Ага. и так вот этот темный сегмент непонятный по по своей укладке вернее по своей архитектуре но пусть он смотри как сразу держит. Здесь какой-то балкончик чек тоже часть этого темного сегмента. И как будто бы даже в продолжении этого темного пошло наверх. То есть так разрабатываем пятно. не путаемся а наоборот распутываем. Теперь уже к этой цельности добавляем каких-то звучиков и светлого характера. То есть смотри темный он как бы вообще каркасом засел. Правда? Есть такое ощущение что он каркасом сидит. Здесь помнишь ступенчатый характер ступенчатый характер прихода издальника маленьких сегментов машин. То есть это тоже ступени которые а ступени всегда показывают выгодно показывают идею ухода. Здесь глухая темнота. Пусть немножко глухой темноты. То есть не только разрабатываем все а где-то раз обобщили и вообще ничего. Тем более на периферии. Где-то взяли обобщили до ничего. Особенно на периферии. Ты согласна, да? Есть там такое. Это художественное. Это ход. То есть начинаем различать ход. Что он не мог прорисовать все? Мог. Но у него и в мыслях не было. Все на своем пути прорисовывать. Наоборот. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Угу. мне даже больше нравится будет это. Вернешь? Вот это вот. Давай так. То есть научись мыслить в этих пустотах. Вот сейчас здесь поучись мыслить. Хорошо? Вот посмотри туда как он нахитрил. Именно нахитрил а не то как он вычеркил. Он же не вычеркил более ярко вот в этом месте. То есть он как бы целую выделил прямо целую массив. Поддержал его звучит. Смотри. Дом продолжает. Там красиво что дом заслонил да и закончил. Пусть этот дом будет внятно определен. Эти же отражен вернее те светики которые у нас в картине они же и отражаются. У него мало выражена идея отражений но мы можем ее чуть преувеличить. Положила раздавила. Прикольно? Не сбрила а наклоном раздавила. Раздавила раздавила. Разница очевидно очевидно. Сразу становится понятно то отражение это над отражением. Здесь очень хороший рядок световых. Сначала положишь с преимуществом розового розового потом с преимуществом разбила желтого потом сам белый. на этапе розового можешь немножко растрепыхать в пространстве как здесь. А можешь с таким геометричным звучанием оставить. Можешь потом чуть-чуть потрогать. Этот цвет не может не прозвучать на каких-то выпуклостях. все эти красные светики чуть-чуть дают звучание красноты. я просто делаю геометричное нет нет уже не получается уже человек разумный делал единственное что человек разумный не приметил внятной разницы одной плоскости и другой внятной разницы не приметил то есть там все-таки вот эта внятная разница она работает причем она тает здесь в темноте тоже какие-то выступчики можно создать так так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Силуэт темный или в данном случае несколько светлый Насколько прилично здесь светлому быть? То есть не спорящий сходу Свет на капоте, на крыше То есть это набор геометрических звуков Напоминающих конструкцию автомобиля Плюс там какие-то колесики Плюс легкое сбитие теневой А вот нет у него фарк Блеск Металла Допустим С этой стороны у нас машины едут к нам Значит фары здесь А здесь попки машин Сейчас, сейчас, сейчас Попки машин Попки Дело в том, что Когда их много, их легче рисовать Вот мы накидали кучу Вернее, этот рядочек Вот мы немножко обозначили машиночкам Их крыши Вот мы немножко дали блеска их крышам и капотам Вот эти машинки едут к нам спинкой И создается Знакомая история? И создается Вот это Там, где спинки Создается Вот это Там, где передочки Со всей дурью можно Прикольно? Ну видишь, это не подразумевает Живопись Хороший лучик Хороший лучик Ты можешь что сделать? Когда работа высохла Взяла на палец Эту светлятину И чуть-чуть Но это будет не в контексте Вот это Рванное состояние Сначала среду обитания Потом ступени ухода Ну вот это нормально Но от того, что у нее фары не так кричат Она не так Она принуждает рассматривать себя Ее форму А нам бы наоборот Ну так пусть крикнет Смотри, блеск какой-то в одной стороне Не везде все подряд блестит На попочке что-то блестит Чуть там какие-то Содержания Вот эти маленькие Я вот расширяла Которая потом будет разрублена Лужистостью Ну вот эту щель Которая отражается Дальничные тоже Чуть-чуть отражаются Логично? Ну там Все-таки дырка сечет Ну что-то там Пусть здесь что-нибудь Пусть здесь что-нибудь Стоит Тротуар Пусть-пусть То есть я просто укрупнил их Все равно Можно и с той стороны А вот следующим Дадим с той стороны И ступени ухода Смотри Ступенями Ушло-ушло-ушло-ушло Ну архитектуры Вот эти бамперы Шмамперы Можно под стекло Голубизну вот такую ставить Правда? Да-да Смотри Причем по форме Да, вот прям по форме Чуть-чуть вот эту горизонтальную плоскость Немножко наметим Ну ничего там Хорошо И очень хорошо Он знает в этом толк Он знает, что мутненькое звучит Особенно для ночного пейзажика Эти ночные пейзажики Они очень хорошо пишутся У меня много Много уже учениц Которые пишут их Продают успешно Поэтому рекомендую Очень тема Полезная Полезная Смотри Смотри Как смоль краски Создала Так как раз то и хорошо Что б блестит Я же как раз и создал Что б блестело Рекомендую ночнухи Причем поездили на своей машиночке Пофоткали красивые силуэты Особенно в сумерке Особенно в дождь Когда еще небо не черное А, у вас же здесь все время так У нас уже лето Допустим Вы нафотографировали Красивые силуэты Все нашли Но нет отражений А что вам мешает сделать это отражение Понарисовали И отразили Просто Совершили вот это вот Вот это вот Вот это Так что рекомендую Особенно в Питере По-моему столько мотивов Для отражений И для того Чтобы не вырисовывать дома И в то же время Чтобы узнавался Питер Мне кажется Вот еще Человек Продолжение следует...